Динамика торгов на валютном рынке сейчас определяется несколькими важными новостями. Сегодня в центре внимания находится Япония. На последнем заседании Центральный банк принял ряд важных решений. В первую очередь был повышен уровень таргетирования инфляции с 1% до 2%. Во-вторых, было принято важное решение на тему того, что в январе 2014 года начнется активное стимулирование экономики. Центробанк ежемесячно будет осуществлять скупку активов, чем поддержит экономику, которая так и не выбралась из кризиса. Есть риск увеличения долговой нагрузки, которая сейчас очень сильно давит. Госдолг составляет больше 200% ВВП. Но для Центрального банка это последний шанс оказать сильное воздействие. Рынок получил дозу оптимизма уже только на том, что вышла эта новость. И тот год, который есть до начала запуска программы, власти Японии будут отслеживать, насколько справится экономика. Возможно, что запуск программы не потребуется, но тем не менее мы ожидаем, что все-таки это будет запущено. Во-вторых, все внимание также сосредоточено на Штатах. Если проблему фискального обрыва удалось отложить, то на первый план сейчас вышла проблема госдолга. Уже идет активное обсуждение между демократами и республиканцами. Республиканцы уже внесли свое предложение, которое заключается в том, чтобы поднять планку госдолга до 19 мая. А дальше, соответственно, закрепить его в законе на том уровне, на котором он достигнет к этой дате. Обсуждение продолжается. Рынок в некотором напряжении, но уже не настолько сильный, насколько это было в конце года. Еврозона сейчас несколько притихла. Идет обсуждение спасения Кипра. Но поскольку Кипр страна маленькая и объемы требуемой помощи не такие большие, как, скажем, в Греции, особого влияния ни на пару евро-доллар, ни на рынок в целом эти новости не оказывают. Российский рубль держится на устойчивых позициях. Мы ожидаем, что в ближайшее время котировки останутся на текущих уровнях. Коридор 30-31 к доллару и 40-41 к евро.